Щинтифич Америчан, США, космический полет, устремленный к звездам, и растянутый на несколько поколений. Лебелинкс. Щинтифич Америчан, США. 17 ноября 2019 года. Если все пойдет по плану, то где-то в середине хвека Ральф Макнат, Ральф Мчнут, покинет пределы Солнечной системы. Точнее, Солнечную систему покинет его детище. Корабль НАСА, условно названный межзвездный зонд. Макнат занимается разработкой такого полета последние полвека, с тех пор как он, будучи мечтательным школьником, думал о том, какой следующий гигантский скачок совершит человечество после прогулки астронавтов с Аполлона по Луне. Сегодня Макнат, 65-летний физик, работающий в лаборатории прикладной физики университета имени Джонса Хаткинса. Будучи главным исследователем этого проекта, Макнат стал основой движущей силы в подготовке полета межзвездного зонда. По его посчетам, в настоящее время почти 200 ученых и инженеров со всего мира активно работают над тем, чтобы сделать такой полет реальностью. Многих людей Макнат подбирал лично. Межзвездный зонд может стать первым шагом в тысячемильном путешествии, если выражаться языком Ла Цзы, говорит Макнат, цитируя знаменитый строк из трактата Дайо Дэдзин. Это может стать нашим первым целенаправленным шагом к звездам. Выбор за нами. Все начнется в 2030-х годах, когда в космос на самой большой в мире ракете отправят 500-килограммовый космический корабль с ядерной силовой установкой. Этот корабль полетит дальше и быстрее всех рукотворных объектов, когда-либо отправлявшихся в космическое пространство. Зонд должен будет пролететь мимо Юпитера, а позднее подойти на опасно близкое расстояние к Солнцу. В обоих случаях он получит часть кинетической энергии каждого из объектов и разгонится, чтобы выйти за пределы Солнечной системы. Затем, оставив позади Солнца его крупные планеты, зонд преодолеет пелену первозданной пыли, окружающей нашу звездную систему, что позволит ему безо всяких фильтров посмотреть на слабое свечение звездного неба, которое создается бесчисленными далекими галактиками. Продвигаясь вперед, он может пролететь мимо одного или более ледяных неисследованных миров, существующих, как теперь всем известно, за Плутоном. Оглянувшись назад, зонд постарается рассмотреть бледно-голубую точку Земли, ища признаки жизни на нашей планете, которые видны из близлежащих звезд. Но все это будет только прелюдии к главной научной миссии зонда, о которой рассказал Макнат и другие разработчики этого космического полета. Спустя десятилетия после старта межзвездный зонд пронзит край гелиосферы, как называют похожий на кокон участок вокруг нашей Солнечной системы, созданный ветрами частиц, летящих прочь от Солнца. После этого он начнет исследовать космические лучи и облака плазмы, составляющие межзвездную среду, которая заполняет темное пространство между звездами. Продолжая свой полет, зонд к 2080-м годам может улететь на тысячу астрономических единиц. Это среднее расстояние от Земли до Солнца, от Солнечной системы и в конечном итоге достигнет своей основной цели. Он сможет снаружи целиком охватить своим взглядом гелиосферу. И не исключено, что это радикально изменит наши представления о нашем месте в космосе. «Мы видели гелиосферы, а вернее, астросферы вокруг других звезд, но мы не знаем структуру нашей собственной гелиосферы», — говорит исследователь лаборатории прикладной физики Елена Проворникова, занимающаяся гелиофизикой и руководящая планированием полета зонда. Представьте себе, что вы сидите у себя дома, а кто-то спрашивает вас, как он выглядит снаружи. Вам придется выйти из дому и посмотреть. Межзвездный зонд станет нашей первой попыткой отправить специальные приборы за пределы Солнечной системы и получить ее изображение. Визит в астросферу — это будет не первый космический корабль, отправляющийся в межзвездное пространство. В 2012 году гелиосферу покинул космический аппарат Найсовый Джер-1, а в 2018 году за ним последовал его близнецовый Джер-2. Но корабливый Джер 1970-х годов постройки были лишь случайными свидетелями, поскольку предназначались они для изучения дальних планет Солнечной системы, а не того, что лежит за ее пределами. Только большая удача до изобретательности их создателей позволила этим аппаратам выжать и достичь рубежей гелиосферы. При этом большая часть бортовых приборов отключилась из-за отсутствия энергии. Скромная аппаратура Вейджеров показала сложную и динамичную структуру, являющуюся результатом взаимодействия выбросов с нашего Солнца с более сильными встречными ветрами межзвездной среды. Сначала оба аппарата прошли через переходный пограничный регион гелиопаузу, где давление солнечного ветра межзвездной среды находится в неустойчивом и динамичном равновесии. За пределами гелиопаузы их ждала в основном неисследованная территория. Сформировавшись под воздействием галактических магнитных полей и потоков частиц, образовавшихся в результате древних взрывов звезд, наша гелиосфера больше всего может походить на ветровой конус аэродрома, который в процессе движения нашей Солнечной системы по Млечному пути вытягивает свой длинный виляющий хвост. С другой стороны, она может напоминать простой пузырь или нечто среднее между ними, имея форму рогалика с двумя тянущимися за ней конусовидными концами. Никто этого пока не знает. Но вполне определенно можно говорить о том, что гелиосфера защищает нас от мощных космических лучей высокой энергии, заполняющих наш угол галактики. Если такие лучи нанесут удар по нашей хрупкой планете, это может привести к изменению климата и даже нашей ДНК, в клочья разорвав сложные клеточные структуры, составляющие основу земной биосферы. Все эти связи каким-то образом объединяются и формируют нашу пригодную для жизни астросферу, говорит Проворникова. В определенном смысле частично разгадать загадку возникновения и сохранения жизни на одной маленькой планете, обращающейся вокруг ничем не примечательной желтой звезды, можно на непостижимо большом расстоянии от нее, попав на неизвестные нам внешние рубежи Солнечной системы. VGR-1, которому принадлежит рекорд скорости среди улетающих от Земли космических аппаратов, за год преодолевает 3,6 астрономических единицы пространства. Макнат уверен, что межзвездный зонт полетит как минимум вдвое быстрее. Это нижний предел, который позволит ему за 50 лет полета преодолеть чуть больше трети пути из амбициозного расстояния в тысячи астрономических единиц. Всем хочется, чтобы расстояние было больше, говорит Макнат. Вместе с тем, он подчеркивает, что если скорость у аппарата будет скромнее, это даст ему больше времени для ведения научных наблюдений в процессе полета. Если сравнивать, то межзвездный зонд доберется до того места, где сейчас находится VGR-1, примерно за 12 лет, а не за полвека, как VGR-1, говорит инженер космических систем из лаборатории прикладной физики Майкл Пол, Мичель Пауль, участвующий в проекте межзвездного зонда. Ну, это если зонд вообще полетит. Большие ракеты, больше рисков. Первая идея межзвездного космического полета выдвинула в 1958 году Национальная академия наук. Но изучающие космос ученые никак не могли создать межзвездные космические корабли за несовершенство техники и в первую очередь из-за недостаточно мощных ракет. Макнат без особых понуканий может рассказать вам длинную и печальную историю о несбывшихся планах космических межзвездных миссий, перечисляя одно исследование за другим, которые проводились на протяжении десятилетий. Во многих он и сам участвовал, но в конечном итоге ни к чему не привели. Ситуация начала меняться, когда в НАСА разработали сверхтяжелую ракету-носитель, с патча-лаунч со стьем. Это ужасно дорогая мега-ракета, первый испытательный пуск, который запланировали на 2021 год. По прогнозам, тяга у нее будет почти вдвое больше, чем у всех прочих имеющихся на сегодня ракет-носителей. В основном эта ракета предназначена для доставки астронавтов на Луну и Марс, но она также может на высокой скорости доставлять изрядную полезную нагрузку в любую точку Солнечной системы, если, конечно, ученые приведут убедительные доводы в пользу столь дорогостоящего предприятия. По последним оценкам, эти ракеты можно будет запускать только раз в год, а их предпусковая цена составит более 2 миллиардов долларов. Главное научное применение сверхтяжелой ракеты-носителя – это полет автоматической межпланетной станции НАСА Европы Клипер, цель которой – поиск признаков жизни и пригодности для жилья на загадочном, покрытом океанами спутники Юпитера. Но сроки изготовления ракеты постоянно сдвигаются, и не исключено, что зонд Европы Клипер придется отправлять в полет на коммерческой ракете-носители, которая будет меньше, медленнее и дешевле. Для межзвездного зонда такой вариант вряд ли подойдет, поскольку потребность в скорости у него такова, что даже мощная система космических запусков будет работать на пределе, но это поможет оправдать сам проект. «Очень опасно думать о том, что позже появится нечто более совершенное, и надеяться, что все идеально совпадет», – говорит специалист по использованию полезной нагрузки системы космических запусков из Центра космических полетов имени маршала Робстав. «Робстук, если появится сверхтяжелая ракета, которую можно использовать, это будет великолепно, и этим надо будет обязательно воспользоваться, пока Макнат и его коллеги с ним согласны. Это находится на грани технических возможностей, и до Стартрека здесь далеко, но я не знаю, куда можно поехать, чтобы купить эти корабли», – говорит он. «Очень не перевести работу в практическую плоскость, она зависнет еще как минимум на десятилетия на уровне планирования. Но даже если в обзоре межзвездный зонд получит заветные благословения, Макнату и его коллегам надо будет заручиться поддержкой других заинтересованных сторон в НАСА, в том числе, отдела науки о планетах и отдела астрофизики, чтобы повысить шансы на реальный полет зонда. Поэтому программа полета чрезвычайно насыщена междисциплинарными научными наблюдениями, которые будут проводиться на пути из Солнечной системы. Зонд будет выполнять широкий диапазон задач, от исследования карликовых планет до сбора информации о далеких галактиках. В идеале для каждого из таких наблюдений должны быть свои приборы и аппаратура, да и траектория полета в каждом из случаев должна быть своя, уникальная. Но это невозможно на борту такой высокоскоростной ракеты, покидающей пределы Солнечной системы. Там все должно быть многоцелевым и многофункциональным. И даже небольшое отклонение от траектории полета может иметь самые серьезные последствия. Хвост, который виляет собакой в результате между различными научными коллективами возникает разногласие, так как каждый надеется извлечь максимум из этого полета. Это стало очевидно на недавнем семинарии, посвященном научным исследованиям межзвездного зонда и состоявшимся в Нью-Йорке. По мнению некоторых участников, в ходе междисциплинарных дискуссий гелиофизика, которая должна быть в центре внимания этой миссии, отошла на второй план. Если главная цель в том, чтобы узнать форму гелиосферы, то это должно превалировать над всем остальным, сказал участник семинара Том Кремегис. Том Кремегис, много лет проработавший в лаборатории прикладной физики главным исследователем по программе Вейджера и готовивший полеты к Меркурию, Плутону и всем прочим планетам, что между ними. Мы не должны превращать межзвездный зонд в рождественскую елку, заявил он. Если каждый начнет вешать на нее свои игрушки и украшения, то она станет слишком тяжелой дорогой. Ее придавят собственным весом, и никакого полета не получится. Ключевой пункт разногласий, куда должен полететь этот космический аппарат. Если он последует за Вейджерами, покинув гелиосферу в ее передней тонкой полусфере, это предположительно обеспечит зонду самый короткий путь в межзвездную среду и позволит внимательнее изучить загадочное явление в виде перекрывающей эту часть гелиопаузы полоса возбужденных атомов, которая впервые была замечена в 2009 году. Если выходить из Солнечной системы сбоку, по флангу гелиосферы, это обеспечит возможность лучше наблюдать за формой гелиосферы и даст дополнительный материал для изучения межзвездной пыли, расположенной вдоль ее завихряющихся краев. Еще один довод в пользу выхода по флангу состоит в том, что Космическое агентство Китая разрабатывает собственный план гелиосферного полета, который предложил Цуган Цзун, Кюган Цзунг, из Пекинского университета. Цзун предлагает запустить два межзвездных зонда-близнеца, один в направлении лобовой части гелиосферы, а второй в сторону хвоста. Эту миссию он намерен начать уже в 2024 году, чтобы к 2049 году зонды преодолели расстояние в 100 астрономических единиц. Было бы интересно увидеть эти результаты, говорит заместитель научного руководителя проекта межзвездного зонда Катлин Монт. Катлин Монт, работающая в лаборатории прикладной физики. Если мы будем выходить по флангу, то все три направления у нас будут изучены. Единственными, кому на семинаре было безразлично направление траектории полета зонда, стали те ученые, которые изучают скопления карликовых планет и прочие ледяные обломки за пределами Плутона. Куда бы гелиофизики не захотели отправить космический аппарат, у него на пути окажется несколько очень интересных объектов, говорит планетолог Уильям Макеннон, Уильям Мчкеннон, из Университета ИМ Вашингтона в Сент-Луисе. Но этому безразличию не будет места, если астрономы скоро обнаружат пятую гигантскую планету на далекой окраине Солнечной системы. Косвенные улики свидетельствуют о том, что она существует. Теоретические модели, основанные на предполагаемом влиянии планет на орбиты более мелких объектов, говорят о том, что масса такой планеты может в пять раз превышать земную массу, а находиться этот гигант может в 400-500 астрономических единицах от Солнца в направлении хвоста гелиосферы. Если будет открыта пятая гигантская планета, у нас появится серьезное основание лететь в ее сторону, говорит Керберонион, Керберонион, работающий в лаборатории прикладной физики и занимающийся вопросами планирования планетных исследований во время полета межзвездного зонда. Но решать вопрос о траектории все равно будут гелиофизики, хотя есть смысл позволить хвосту вилять собакой. Если зонт полетит в направлении нового открытого гиганта, это наверняка приведет к активному участию в миссии отдела науки о планетах НАСА, что поможет увеличить бюджет и даст гарантию запуска. Но при этом возникает новая опасность для основной движущей силы космической межзвездной миссии, которой является гелиофизика. Если гелиосфера имеет форму ветрового конуса, то сможем ли мы вообще добраться до межзвездной среды? «Отправившись в сторону хвоста?» – спрашивает Проворникова. Согласно некоторым моделям, длина хвоста может составлять несколько тысяч астрономических единиц. Если это соответствует действительности, космический аппарат со временем все равно туда доберется, но никто из ныне живущих этого уже не увидит. Путешествие в пространстве, и во времени откровенно говоря, даже если запуск состоится, из-за продолжительности полета в открытый космос целиком его увидят только самые молодые исследователи из миссии межзвездного зонда. Но это обстоятельство тоже было учтено. В прошлом году Монта официально пригласила принять участие в проекте межзвездного зонда-социолога из Принстонского университета Джанет Вертизи, Янет Вертизи, которая занимается исследованиями космических экипажей. Большинство людей, планирующих полет, к моменту его завершения будут мертвы, говорит Вертизи. Мы еще ни разу при проведении полетов не учитывали продолжительность такого рода. Но при планировании миссии межзвездного зонда с самого начала надо учитывать то, что проект затянется на несколько поколений, что ему нужна преемственность. Сейчас проектом занимается поколение Би-Би-Бума, а потом им на смену придет поколение Х. Когда зонт достигнет гелиопаузы, полетом будет руководить поколение двухтысячных, а когда аппарат выйдет в межзвездную среду, им будет управлять поколение З. Некоторые опасения Вертизи носят чисто технический и организационный характер, как организовать и структурировать научные наблюдения на протяжении нескольких поколений, как читать и сохранять данные, полученные из космического аппарата, которому полвека. Но больше всего ее беспокоят культурные аспекты. Как сделать так, чтобы полученные с огромным трудом знания одного поколения передать следующему поколению, и чтобы при этом они выдержали напор времени? Где гарантия того, что люди, которые посвятили всю свою жизнь некоему великому, но все еще нереализованному делу, в свое время достойно отойдут в сторону? У нее есть подозрение, что решения этих проблем не найти в графиках, таблицах и расчетах суперкомпьютеров. Чтобы успешно выйти за пределы Солнечной системы, потребуются вечные и вневременные навыки умения устного рассказа, ритуалы, создания архетипического сюжета и мифологии, которые будут сплачивать грядущее поколение ученых. Мы очень тщательно и осознанно готовим этот полет, чтобы не только достичь гелиосферы, но и научиться успешно передавать руководство миссии от одного поколения другому, говорит половина. Мы понимаем, что не являемся причиной этой миссии. Мы просто инструменты, посредством которых будет выполняться полет межзвездного зонда. Все это очень приятно и слышать Макнату, который сравнивает свой многолетний труд в области межзвездных исследований с трудом Сизифа из древнегреческой мифологии, обреченного вечно катить огромный камень вверх по склону. «Я пытаюсь закатить этот камень на гору», — говорит он. «Но одновременно с этим я изо всех сил пытаюсь убедить кого-то еще, что ему очень сильно захочется меня сменить». Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.